Продолжение следует... В начале второго тайма успели сыграть всего лишь 6 минут команды, и на 52-й минуте Шахтур забивает такой важный гол. Наши высокорослые боснийские защитники потолкались в авратарской площадке, и кто там пробил головой? Микола Васильевич. Васильевич выиграл борьбу на втором этаже у Деррика Дойла и перепадал мяч в дальний угол. Что ж, умеют ирландцы играть на втором этаже, но наши действуют не хуже. Четвертый номер. Никола Васильевич забивает свой второй гол в этом сезоне. В Академии Манчестер-Сити, когда ему уже было лет 13-14 в последние годы. И в отличие от большинства игроков Сен-Патрикс, он поиграл за рубежом в Греции за Арис, 7 матчей провел в Испании за Кадис, 1 матч. Так что, какой-никакой зарубежный опыт у этого игрока есть. Итак, штрафной. Удар поворотом. Мокин выручает. Какой молодец. Голкипер Шахтера. Наши ребята остановились. Ну что ж вы так-то поступили? Ну надо же было выбивать мяч из штрафной площадки. Ну вот и привезли сами себе гол. Сначала Фимонченко в ситуации, в простейшей ситуации, нарушил правила. Здесь Мокин спас. И нужно было... Да, мяч не ушел, к сожалению. За пределы поля. И подсуетился 10-й номер Дэвид Макмиллан. Вот, значит, не зря выпустил его на поле тренер Сент-Патрикса. Все наши футболисты ринулись. Побеждает тот, кто забивает больше голов. Вичус. Вот как только не оказывается у него в руках, болельщики тут же начинают скандировать. Надо гол. 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 Васильевич. Гол. 2-1. Второй мяч. Со второго этажа. Николы Васильевича. Ну молодец сегодня. Ну убедил он британцев, конечно. 2-1. 86-я минута. Вичус. Волшебными руками. Васильевич волшебной головой. И Роджерсу, конечно, не достали. Вот вам и лучший вратарь Ирландии. Какой гол забивает Васильевич. 2-1. Можно вздохнуть. Поспокойнее. Все-таки ехать в дубле. С победой в первой игре гораздо приятнее, чем с ничьей. С победой в первой игре гораздо приятнее, чем с ничьей.